Сегодня у нас очередное круглое донышко. Но способы плетения круглых донышек, которые мы рассматриваем на этом уроке, они уже принципиально отличаются от всех предыдущих. Потому что, если до сих пор мы формировали круг из квадрата, как вы помните, то здесь мы его будем формировать уже не из квадрата, а из крестика, из креста. Во-первых. Во-вторых, это пойдут методы наложения, не переплетения, а наложения. Вот я начну с элементарного, с самого простого. Мы можем сделать крестик уже из двух пар трубочек. Вот так вот. Вот мы положили кресток 2 и 2. И вот с этого креста, крестика мы можем уже начать оплетать. Это даже удобнее держать в руках. Не укладывать на стол, а держать в руках. Мы берем лозу, перегибаем ее, как обычно. И веревочкой охватываем постепенно вот эти вот трубочки. Вот таким образом. Охватили две нижние из нижней пары, перегнули и охватили следующую пару. Перегнули и охватили. Это фактически веревочка, только она тут совершенно элементарная. Вы видите как? Раз, два. Мы охватываем пары трубочек. И все это моментально фиксируется. Вот это все мы держим в руках. Второй тур. Раз, два. Раз, два. Пошли на третий круг. Видите, такой цветочек получается. Розочка в середине. И донышко в таком случае получается очень плотный. Никаких, конечно, просветок, как бывает при переплетении, тот быть не может. Я нарастила трубку и мы прошли три тура. Вот такое вот донышко получилось. И теперь я начинаю их раздвигать и оплетать по одной. Я его даже не укладываю на стол. Мне удобно держать в руках. По штуку. И проходим несколько турах еще таким образом. Ну тоже давайте три для единообразия пройдем. В какой-то момент удобнее уже на стол положить. Потому что надо приминать. Донышко становится все шире. Ну вот я прошла три тура, охватывая по две трубочки и три тура, охватывая по одной. Ну вот вы видите, всего шесть кругов. Донышко очень плотное, но оно очень небольшого диаметра. Очень небольшого диаметра, а расстояние между стойками уже большое, потому что стоек мало. Получилось, поскольку мы брали четыре трубочки, получилось восемь всего стоек, восемь концов. Что это значит? Это значит, что либо это донышко сделано для очень небольшого изделия, с очень небольшим диаметром донышка. Либо уже на этом этапе или чуть позже, через несколько рядов, нам надо будет количество стой удвоить. Как это делается? Ну давайте прямо вот на этом этапе я покажу, потому что это прием, который вам неоднократно понадобится. Мы в каждое отверстие между трубочками лозы, в отверстие из которого выходит стойка, мы подклеиваем еще одну трубочку такого же цвета, вот я ее уже тут приготовила. Удобно это делать с помощью спицы. Вот я под два или под три тура изнутри подлезаю спицей, на нее надеваю кончик новой стойки и вот так вот прямо со спицы протаскиваю ее в обуты, так чтобы кончик спрятался между вот этими вот полосками нашей лозы. Вот можно дополнительно еще капнуть клеем и прихватить прищепкой, чтобы оно прочнее у нас схватилось. И так в каждую дырочку, из которой выходит стойка. Провели спицу, надели на нее кончик новой стойки и по спице протащили и оставили так, чтобы конец спрятался между слоями, между трубками лозы. И теперь капнем клей, прихватим прищепкой и так далее. А потом, когда у вас уже все подсохнет, вы снимете прищепки. Сейчас оно у меня долго будет сохнуть, поэтому я не буду выжидать, я просто объясню вам теоретически. Мы к этому вернемся неоднократно еще в течение курса. Вы первый круг после этого пройдете веревочкой все так же, охватывая сразу вот эти вот пары, образовавшиеся. А потом уже на следующем кругу будете оплетать по одной и до нужного вам диаметра. Но, как вы понимаете, это не очень рационально, сплести половинку донышка и сразу наращивать стойки. Поэтому сразу удобнее брать большее количество стойк для основы. Вот возьмем, допустим, четыре и четыре, тоже их уложим крестом. Вот так вот. И делаем абсолютно то же самое сначала. Можно скрепить прищепкой, как я это делала. Я этого не буду делать, потому что очень быстро это сооружение фиксируется и никаких проблем. Вот так вот мы придерживаем. И под нижнюю группу трубочек, под нижнюю четвертью, подводим лозу вот таким вот образом. Трубочки нужно сразу вырвать, чтобы они лежали, перекрещивались. Вот этот крестик перекрещивал бы правильно, симметрично посередине. И делаем то же самое, что и в прошлый раз. 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 вот я сделала три витка три круга прошла вы видите и начинаю раздвигать трубочки по две пока по 2 и делаю то же самое прохожу веревочкой раздвигаю и охватываю лозой по паре прохожу второй круг охватывая по 2 вот я прошла еще два тура оплетая по 2 и уже на этом этапе можно еще один круг пройти но уже можно и на этом этапе и начинать раздвигать эти пары по одной и оплетать по-прежнему веревочкой вот я прошла круг иду на следующий круг и опять таки как и прошлый раз у меня потихонечку эти трубочки сдвигаются те которые были далеко друг от друга и раздвигаются те которые были рядом которые были парой и просветы между ними потихонечку выравниваются уравниваются становятся одинаковыми и через три опять таки круга как правило оно уже становится совершенно неотличимым одно от другого ну собственно говоря и так далее мой я могу не продолжать потому что дальше уже мы просто идем обычной веревочкой и плетем до нужного нам диаметра вот что еще хочу сказать по ходу дела вот вы видите во всех случаях когда я плету веревочкой я все время иду обычная веревочка без всяких косичек почему потому что вот на маленьком диаметре косичка теряется она не выразительно это просто искусственное усложнение работы косичка смотрится на больших пространствах на стенках или на уже большом диаметре круга а вот здесь когда крутые повороты она просто не видно будет поэтому ни к чему усложнять себе дело и идем до определенного уровня просто обычной прямой веревочкой без косичек ну вот дальше не буду плести потому что вам уже понятно дальше просто идет по одному стежку по одной стойке охватывается веревочкой и до края донышко когда нам пора будет уже либо наращивать стойки и дальше плести либо уже переходить на стенки но об этом позже и еще один способ почти такой же но с некоторой вариации с некоторой вариантности берем опять-таки четное количество стоек можно конечно крест делать из любого количества из любого допустим три на три или там пять на пять все это можно но удобнее брать четное почему потому что когда мы начинаем раздвигать по две то не приходится то вот эти вот количество они легко делятся на пары и не приходится заморачиваться там сводить крайние трубочки от соседних пар и так далее поэтому я предпочитаю сразу брать четное количество четное на четное вот мы укладываем 6 трубочек на 6 можно 8 на 8 не имеет значения уложившись на 6 брали 2 потом 4 логично теперь взять 6 в чем отличие в чем вариантности которая не сказала в том что мы будем начинать не веревочкой а ситцевым плетением как сейчас покажу берем мы одну трубочку одну как всегда для ситцевого плетения вы же помните что ситцевое плетение это плетение одной трубочкой веревочка это плетение две трубочки давайте скрепим это дело чтобы она у нас не ездила туда-сюда берем трубочку лозы подсовываем под нижнюю трубку и переплетаем обычным ситцевым плетением раз шестерку под нижнюю и на верхнюю под нижнюю количество у нас четное крест есть крест 4 части мы оплетаем поэтому трубочка пришла на то же самое место вот пошла по второму кругу точно так же на те же самые группы и под те же самые витка мы делаем как и в прошлые разы обошли а вот теперь мы берем вторую трубочку и уже начинаем вести веревочки но пока еще не поздно подровнять а то мы сдвинулась середину и теперь мы откладываем вторую трубочку добавляем потом растим плетем веревочкой уже раздвигая их о дверь тут оно плотно не лезет вот оно плотно не лезет конечно к этой серединке потому что там у нас с той стороны тоже есть витки ситцевого плетения поэтому тут будет зазор но это ничего он будет даже по своему украшать потом вы увидите как это будет выглядеть в результате вот тут нам прищепки уже мешают так что они нам давно не нужны все уже сфиксировалось достаточно и здесь мы тоже раздвигаем по дверь во всех группах сразу после шести переходим на дверь и помещаем сладающим И по второму кругу идем, охватывая по две. И по второму кругу идем, охватывая по две. И так тоже проходим три круга. Вот я прошла три круга, охватывая по две стоечки. В принципе, можно сделать изделие с двойными стойками. Оно будет прочным, двойные стойки жестко держат форму. Но если для нас мало вот такого диаметра, мы можем продолжать плести, раздвигая по одной. И опять-таки, тут можно уже не комментировать. Я плету, охватывая по одной стойке, не меньше трех кругов, чтобы выровнять расстояние между трубочками и стойками. А дальше уже, сколько вам нужно, для нужного вам диаметра донышка. Сейчас я проплету немножечко, покажу вам, как оно выглядит. А потом покажу такое вот плетение уже в готовых изделиях. Такие вот донышки. Ну вот я два ряда проплела, охватывая уже по одной стойке. Еще расстояния не совсем одинаковые. Ну, после третьего ряда совсем не равняется расстояние между стойками. Но я не буду уже продолжать. Вам, в общем-то, тут все ясно. Плетите дальше до любого нужного вам размера донышка. Я хочу вам показать вещи, которые сплетены именно таким образом, которые демонстрируют этот урок. Вот если вы начинали с моего бесплатного ознакомительного курса, то вы, безусловно, помните вот эту вот вещь. Вот эту. У нее донышко сплетено именно таким способом. Здесь мы брали, если вы помните, 6 на 6. Но оплетали не таким способом. Не таким вот способом. А так вот я показывала с двумя трубочками, вернее, с четырьмя, две на две. И с восьмью, 4 на 4. А вот здесь мы брали 12 трубочек и укладывали 6 на 6. И сразу оплетали веревочкой. А вот эта вот вещь сплетена вот именно таким способом. Только тут я брала, вот я говорила, что предпочитаю брать четное количество трубочек. Но здесь я брала 9 на 9. Вещь большая, вы видите, широкая. И поэтому я брала сразу много трубочек. Я отвожу вот эту вот ручку. 9 на 9. И разделяла сразу не парами, а тройками. Вот видите, по 3. 3 группы по 3 трубочки. Ну, вот так вот это все выглядит. Здесь плохо видно. Могу еще показать вещь из того же комплекта. Просто она еще не лакированная. Поэтому выглядит более тускло. По сравнению с этой крышкой. Но это от него крышка. Так вот этого вот блюда или подноса. Вот тут точно так же. Тут просто не закрывает ручка. Поэтому я могу показать. 9 на 9. Вот тут я делила на тройки. Оплетала сначала 9. Вот таким вот ситцевым способом. Потом по 3. 3 ряда, вы видите, светленьким. Я оплела по 3. А потом уже по 1 коричневым. Ну вот, на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok